Сегодня поговорим про раннюю деменцию, как на нее повлиять. И я медицинский психолог, работаю нутрицептиками питанием и восстановлением. Деменция обычно про трудности с организацией, запор, сенсорную дисфункцию, проблемы с фокусом, вкусом, зрением, нарушение аппетита, проблемы с речью, когда человек плохо говорит. И когда вы пытаетесь подобрать какие-то слова, названия, то как будто вы путаете слова. Это проблемы с гиппокампом и с возрастом он у нас у всех уменьшается, но у некоторых он бывает еще и поврежден. Напоминаю, вот эта история, ранняя деменция может быть признаком других состояний, например, недостаток сна, проблема с сахаром и многие другие моменты, которые приводят к деменции. Очень важно смотреть на дотации по витаминам. Дефицит В1 из-за употребления алкоголя, избытка углеводов достаточно серьезная. То есть, напоминаю, при избытке углеводов В1 нужен для переваривания углеводов. И лучший натуральный источник это пищевые дрожжи. Другой момент, микрофлора кишечника. Если есть дисбаланс кишечной микрофлоры, то, соответственно, здесь важно смотреть на эту историю. Проростки сульфорофан, проростки брокколи. Это очень классно работает. И также работает гинкобелоба, гутакола, бакопа. Это травы, которые идут через кишечник мозга. Другой момент, ежевик гребенчатый. Он лучше работает с мозгом и улучшает когнитивные способности во много-много раз. Омега-3, жирные кислоты, витамин D и цинк. Без них невозможна нормальная работа головного мозга. Также очень важны тренировки, особенно интенсивные, интервальные. Здоровый сон и без полноценного сна кортизол постоянно будет высокий. А вместе с ним увеличивается стресс и у мозга будет недостаток кислорода. Поэтому, что важно делать из этого всего? Если вы обнаружили у себя какую-то такую серьезную историю, я считаю, нужно заняться профилактикой деменции. Во-первых, деменция обычно это дефицит витаминов и минералов. Также это история с высокоуглеводной, бывает, диетой. Но не факт, бывает еще и история с интоксикацией и плюс бывает эта история, которая вообще детерминирована наследственностью. Короче, тут много всего, ребят. Но если вы чувствуете вот такие моменты, запор, дисфункцию, проблемы с речью, проблемы с гиппокампом, трудности с организацией и планированием, то очень важно исправить этот вопрос и помочь себе максимально-максимально быстро. Я дала список того, что вам точно поможет. И это те травы и те микроэлементы, которые способны остановить данный процесс. И микрофлора кишечника, она супер влияет на ваше эмоциональное и физическое состояние. Поэтому брокколи, сульфорофан, это важно. И еще момент с кето. Если ваш доктор не против, обсудите с ним палео или кето. Это тоже даст вам такую суперподдержку. Пишите вопросы, вы на моем канале. Вы на канале про здоровье. Я Алена. И мы здесь говорим о физическом и ментальном здоровье. Здоровья вам и вашей семье.